В Адыгее вынесен приговор 40-летнему жителю Краснодарского края, ограбившему 91-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны. Циничный похититель, забрав 2000 рублей, медали и ордена, нанес удары пожилой женщине и скрылся, но ненадолго. Детали в нашем следующем материале. Дерзкое преступление, совершенное летом 2020 года, вызвало широкий общественный резонанс. Тогда ночью неизвестный проник в домовладение 91-летней пенсионерки и стал требовать сбережения, но получил отказ. Затем грабитель забрал 2000 рублей, наградные медали и ордена, ударил женщину и скрылся. Как позже установили, были похищены орден славы третьей степени, орден Отечественной войны второй степени и медаль за отвагу. Вскоре сотрудники полиции Геогинского района установили, что к совершению этого резонансного преступления причастен 40-летний ранее судимый житель Краснодарского края. После ограбления, как позже стало известно оперативникам, злоумышленник более суток скрывался в лесу на территории этого же района, где в ходе оперативных мероприятий он был и задержан. В прошлом году, накануне парада Победы, вдове ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гавриловича Руденко Марии Ивановне вернули похищенный злоумышленником и уцелевший орден Отечественной войны второй степени. Остальные награды были серьезно повреждены. Добавим, что уголовное дело расследовано следствием отдела МВД России по Геогинскому району, и вот недавно грабителю вынесен приговор. Суд согласился с мнением гособвинения о виновности подсудимого и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Далее в программе коротко о некоторых других фактах и событиях. Госавтоинспекторы Адыгеи в течение двух часов задержали подозреваемого в угоне дорогостоящей иномарки. По данному факту в полицию Тахтамукайского района с заявлением обратился 27-летний житель Краснодара. Ориентировки на розыск были срочно переданы всем нарядам полиции. Через некоторое время автомобиль остановил ДПС. Находившегося за рулем мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. В республике проведено профилактическое мероприятие «Автобус», связанное с безопасностью пассажирских перевозок. В рамках этой акции сотрудники проверили техническое состояние общественного транспорта, наличие огнетушителей, аптечек и тахографов. Не остался без внимания и вопрос соблюдения водителями режима труда и отдыха. Водителям еще раз напомнили о повышенной ответственности при перевозке пассажиров. Полиция Адыгеи вновь предупреждает о фактах мошенничества, совершаемых лже сотрудниками банков. Аферисты в данном случае сообщают ложную информацию о возникших проблемах с банковской картой, после чего выясняют у потерпевшего все необходимые данные. Затем похищаются денежные средства. Чтобы обезопасить себя, нельзя следовать поступающим инструкциям и не сообщать никому персональные данные и реквизиты своих карт. В Адыгеи в местах проката велотранспорта полиции организованы пункты для разъяснения дорожных правил. Любителям двухколесного транспорта рассказали, что управление велосипедом – это не только умение, но и большая ответственность за свое здоровье и жизнь. Особое внимание было обращено на то, что при пересечении проезжей части по переходу необходимо сначала спешиться, а затем начать двигаться, перекатывая велосипед рядом. За одну прошедшую неделю в полицию Адыгеи поступило более десятка заявлений по фактам дистанционного обмана граждан. Как показывает анализ, большинство из них зарегистрировано в городе Майкопе, а общая сумма ущерба по всем эпизодам составила около 2 миллионов рублей. В каждом выпуске программы мы рассказываем о мошенничестве в надежде уберечь от обмана жителей и гостей республики. Тем не менее доверчивых граждан, особенно пожилого возраста, либо желающих быстро заработать достаточно много. Этим и пользуются аферисты. Так, в настоящее время полиция Майкопа разыскивает лже-соцработницу, обманувшую пенсионерку, жительницу республиканского центра, под видом выплаты денежного пособия. О данном факте в дежурную часть полиции города Майкопа поступило заявление от 86-летней майкопчанки. Тогда она и рассказала полицейским, что была обманута неизвестной женщиной. Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили некоторые детали обмана. Оказалось, что аферистка, которая в тот день пришла к пенсионерке, решила сыграть на ее доверие и специально представилась ей работницей социальной службы. Узнав о намерениях гостей, ничего не подозревая, пожилая женщина впустила ее в квартиру. В ходе общения незнакомка убедила Майкопчанку в том, что ей одобрено денежное пособие, размер которого составляет 1500 рублей. Действуя по заранее продуманному плану, мошенница тут же сообщила, что у нее в наличии только 5000 купюра и попросила вернуть ей сдачу. Получив 3500 рублей, уже соцработница специально отвлекла внимание пенсионерки на нужных подписях, бумагах и убрала обратно купюру крупного номинала. После этого она спешно покинула квартиру. МВД по Адыгей напоминает гражданам, особенно пожилого возраста, никогда не открывайте дверь незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, если вы предварительно не вызывали их к себе домой. Если незнакомец представился служащим любой организации, узнайте его фамилию, имя, отчество, должность и причину посещения. Не стесняйтесь звонить и уточнять, действительно ли у них имеется такой сотрудник и с чем связан его визит. Кроме того, на прошлой неделе на крупную сумму был обманут и 70-летний пенсионер. Поверив аферистам, мужчина внес накопление на брокерский счет якобы с целью получения прибыли. В итоге потерял 361 тысячу рублей. А 63-летняя майкопчанка, поверив, что с ее карты пытаются списать деньги, перевела 55 тысяч рублей на указанный собеседниками так называемый безопасный счет.